Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, мы говорим в этой программе о самых главных событиях, приглашаем интересных людей, ну и, естественно, обсуждаем самые разные темы. 2 июля во всем мире отмечается Международный день собак. Конечно же, братья наши меньшие окружают нас практически везде и не только дома. Но правильно ли мы относимся к собакам? И всегда ли мы уверены в том, что собаки правильно относятся к нам? Об этом и о многом другом мы поговорим с Дмитрием Александровичем Спиридоновым, кинологом, специалистом по рабочим качествам и инструктором. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот мне дали справку, что вы работаете инструктором уже несколько десятилетий, даже больше 20 лет. Давайте начнем с того самого момента. Как вообще становятся кинологами? Тем более, что вас можно поздравить. Совсем недавно, 21 июня, отмечался Международный день кинолога. Спасибо большое! Ну, по-разному становятся кинологами. Сейчас несколько улучшенная ситуация, потому что и учебное заведение готовит у нас по кинологическим программам. И РКФ, это Российская Кинологическая Федерация, также усиленно проводит подготовку специалистов. Вы-то как стали? Это призвание? Я? Ну, наверное, да. Потому что служил я на самом деле на флоте, я совершенно не с собаками. А служив три года, я пришел домой. Мне очень хотелось иметь большую собаку. Я всегда мечтал о восточноевропейской овчарке. Мечта моя сбылась. И в 91-м году я купил себе восточноевропейскую овчарку. Первая моя собака. Там я пошел в Сокольники. Есть такой кинологический центр. И там, это была моя первая площадка, где я проходил обучение со своей собакой. Соответственно, после того, как я прошел обучение, мне предложили остаться стажером там работать. Даже так? Да. Но я решил пойти немножко своим путем. Пошел на курсы в Центральный клуб служебного собаководства. С отличием их закончил. Ну и дальше уже пошел, выбирал себе площадку, где я бы самостоятельно работал под руководством инструкторов. И где вы работаете сегодня? Сегодня я работаю в славном городе Люберцы. Так. Мы с женой по прошествии определенного времени, 8 лет назад практически, решили создать свой клуб и кинологическую площадку. Ну, мир не без добрых людей. Скажем так, когда мы подыскивали место, наши друзья из города Люберец предложили, сказали, вот что в Центральном парке есть огромный замусоренный пустырь, на котором гуляют собачники, и неплохо, ну, можно было бы его облагородить. И тогда мы приехали, посмотрели, обратились к главе города, он дал свое добро, и, соответственно, обустроили кинологический центр, площадку. И у нас в Центральном парке вот уже как 8 лет существует дрессировочная площадка, на которой уже более тысячи человек из ближайших районов, из самого города Люберцы прошли обучение, нашли общий язык со своими собаками. И сейчас в последнее время все, кто приходит, кого бы я не спросил, по какой рекламе вы пришли, все говорят знакомые, знакомые, в основном знакомые, кто раньше занимался, ну, вот таким образом. Ну, мы сейчас поговорим более подробно, чуть позже, о том, ну, как, собственно, происходит это обучение, так получилось, что я сам недавно участвовал в одном проекте, и многое тоже новое узнал, поэтому, я думаю, нам с вами будет интересно. Теперь важно, чтобы телезрители понимали, что, как правило, мир делится на две части. Это те люди, которые заводят собаку просто, потому что они ее заводят. А второй мир, он гораздо меньше, это те люди, которые не просто заводят собаку, а с ней занимаются, да, то есть посещают кинологические клубы, посещают выставки, знают, что такое порода, и так далее, и тому подобное. Вот скажите, вы, как кинолог, считаете, что все люди должны так собаками заниматься, или, в принципе, пускай кто-то просто вот держит собачку ради своего удовольствия, причем в слове «собачка» я кладываю не маленькую собачку, а самых разных, да, та же овчарка может жить в семье, вот у меня, например, жила долгое время, жил, вернее, Московская сторожевая, вот, и, собственно говоря, на моих глазах появился в семье, ушел, к сожалению, из жизни, вот, мы никогда не занимались его воспитанием. Так вот, как правильно? Можно и так, и так? Ну, я бы не сказал, что и так, и так, потому что воспитанием мы занимаемся всегда, так или иначе, собаку-щенка принесли в дом, и мы уже занимаемся его воспитанием, то есть мы научим его знать свое имя, мы его учим писать, как эти, извините, на улице, да, на улице, вот, а также мы учимся убирать за своим питомцем на улице, это обязательные условия, потому что это, ну, наверное, будет более правильно, да, ну, и в любом случае собака должна, ну, это член семьи, ну, а также, поскольку она живет в городе, и у нас очень много животных в городе живет, это все-таки социальное, ну, общество. Ну, вы согласитесь, что очень долгое время, понятно, что кинологи, наверное, были всегда, ну, я уж не говорю про тех собак, которые на службе отечеству, что называется, вот, но в массовом понимании, да, масса фильмов всевозможных о кинологах, о том, что куда-то надо ходить, дрессировать собаку, это всегда было редкостью. В большом городе, может быть, и побольше людей этим занимается, но все-таки вопрос к вам такой, Дмитрий Александрович, почему люди не хотят дрессировать собак, то есть воспитывает каждый как ему? Ну, вы знаете, конечно, очень часто приходят люди, которые, у которых возникают определенные проблемы во время взросления собак, пытаются эти проблемы решить, так или иначе, либо вызывают кинолога на дом, либо ищут клуб, уже приходят, да, на площадку. То есть когда собака, скорее всего, начинает вести себя агрессивно? Нет, просто банально не могут справиться с ее поведением. Например, громит дом, рвет куртки, жует ботинки. Это на самом деле объясняется только лишь тем, что собаке либо банально скучно, либо бывают собаки со слабой нервной системой, которым просто страшно, но большинство, вот, наверное, 90% им просто сдевать себя некуда. Есть такой термин – интеллектуальная деградация. Даже если вы с собакой какое-то время занимались, воспитывали ее, она все делала, потом забросили, и она просто живет дома, то собака интеллектуально деградирует. То есть она не знает, чем себя занять, и она ищет себе развлечения. Ну, соответственно... Как это похоже на человека, кстати? Да. Вот, энергии много, ее кормят, у нее все есть, у нее есть крыша над головой, тепло, сухо, и еда постоянно, энергии. Очень много, куда себя деть, она не знает. Ну, и, соответственно, начинаются вот такие вот изыски, когда собака либо ищет развлечения на улице, на прогулках, ну, допустим, гоняться за голубями, кошками, собаками, машинами, чем угодно. Или сдерживаешь ее, да. Да, либо собака начинает кидаться, также может кидаться на людей, но это больше, я бы сказал, чисто развлечение. Ну, взяв с щенка домой, собаку, кошку, хомячка, не знаю, мы... Змею. Да, змею. Мы должны понимать, что... Ну, змея-то ладно, она там спит себе, или ползает там в террариуме. Главное, чтобы не у соседей. Да, главное, чтобы не у соседей. И это как бы так вот, в общем-то, я имею в виду из четвероногих, да, животных социально ориентированных. Все-таки дикие животные – это не несколько иная ипостась. Поэтому мы должны понимать, что, взяв собаку, она должна работать, учиться. И за этот процесс ответственен сам человек. Потому что именно необученная собака, брошенная, даже живущая дома, но брошенная, никому не нужная, вот она становится, ну, скажем так, причиной различных ситуаций, когда собаки кусают людей, и своих домочасов в том числе. Ну, и вот тут, получается, два выхода. Первый выход, на мой взгляд, самый нечеловечный – это когда собаку просто выбрасывают. А второй, даже три выхода, второй выход – это ищут каких-то новых хозяев по знакомым, отдают ее, вот лишь бы избавиться. И третий вариант – это те люди, которые продвинутые пользователи, которые понимают, что есть специально обученные люди, которые могут что-то им рассказать по поводу собак. Должен сказать, что на сегодня, например, в некоторых уголках Московской области даже есть так называемая, ну, как собачья гостиница, я уж не знаю, как сказать, где можно отдать собаку, с ней будут проводить какие-то вот эти воспитательные все меры, или просто сдавать собаку, когда кто-то куда-то должен уехать, потому что ей постоянно нужна какая-то дрессировка. Но это уже несколько другая история. Вот скажите, если человек, который сейчас нас слушает, если действительно столкнулся с этой проблемой, ему даже в голову не приходило, что надо обратиться к кинологам, что, знаете, существуют какие-то другие собаки, которые где-то там… Моя дворняжка типа, вот. Куда они могут прийти? И как этот процесс начинается? И тут возникает вопрос, сколько стоит? Вы знаете, по-разному стоит. Бывают социальные программы, но сейчас их, к сожалению, очень-очень мало. Ну, скажем, например, в нашем клубе предусмотрена социальная поддержка людей, которые взяли непородную собаку и взяли ее из приюта. Гостиница – это несколько иная тема. Собак, как правило, могут определить на несколько дней, и желательно без участия там непосредственно кинолога, чтобы он не дрессировал собаку. То, о чем вы сначала упомянули, это было модно в 90-е. Отдали собачку, заплатили там 30-40 тысяч, да, и вот ваша собака типа все умеет, да, она умеет, ну, а за месяц ее там, ну, быстренько унизили, подчинили, вот. Потом вам отдали и сказали, продолжайте в том же духе, да. А вы не продолжаете? Вы можете… Нет, ну, почему? Вы можете так же продолжать, как вас научили. Собака будет у вас худо-бедно слушаться, но за редким исключением, то есть воспитание ложится навсегда на руки, ну, на плечи человека, то есть, ну, знаменитый наш дождь. И не просто передам и ответственность за те, кого приручили. То есть мы должны обучать, ну, а чтобы обучать, мы должны сами знать, чему обучаем. Вот об этом мы сейчас поговорим. После небольшой паузы напомню, что сегодня мы говорим о собаках, о том, как правильно их воспитывать. И чуть позже мы еще поговорим о том, как правильно их, кстати, выбирать. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня мы говорим о Международном дне собак, который отмечается 2 июля. А точнее, говорим обо всем том, что связывает нас с братьями нашими меньшими. И у нас в студии, напомню, Дмитрий Александрович Спиридонов. Это кинолог, специалист по рабочим качествам, инструктор. В общем, человек, который очень хорошо в этом разбирается. Вот давайте теперь поговорим более конкретно о том, что если нас услышали, и люди приобретают собаку. Два шага давайте рассмотрим. Первый шаг – как правильно собаку выбрать, какую породу, та, что хочется, или та, которая не хочется. Вот о дворнягах поговорим чуть позже, это отдельная история. И второй шаг – это как правильно воспитывать. То есть я имею в виду уже конкретно вашу кинологическую составляющую, куда обратиться, как часто ходить, сколько платить. Но сначала как выбрать? Первое – как выбрать. Конечно же, если мы задумываемся о собаке, то в первую очередь надо думать о том, что какая порода. Мы читаем про породы, мы читаем характеристики. Причем именно описание породы – это стандарт породы. Это чисто, скажем так, не то, что есть на самом деле. Это та вещь, к которой стремятся люди, занимающиеся развитием этой породы. То есть есть некий эталон. То есть стопроцентной собаки не существует? Вот по этому эталону нет ни одной собаки. Есть определенные характеристики, рабочие качества, пользовательские качества. Та же собака-компаньон, какая она должна быть? Ну, она должна быть удобной в содержании и удобной в общении. К этому, кстати, стремятся практически все. А их огромное количество этих пород. А какие еще? Вот говорите, собака-компаньон, какая еще бывает? Собака-охотник, да? Ну, собака-охотник – нет. Ну, на самом деле, собакой-компаньоном можно назвать любую собаку, в том числе и служебную. Ну, в зависимости от того, какая она должна функции выполнять. Конечно. Компаньон – это как помощник твой, да? Ну, возьмите того же, буквально вчера пересматривал фильм «Комни Мухтар». С Никулиным. И, скажем, если с точки зрения кинолога посмотреть, да, это очень великолепный фильм. Он как хозяин, как владелец собаки. Это тот человек, который сейчас вот примерно так относится к собаке, ну, принято в современном мире относиться. То есть он не воспринимал собаку как расходный материал, а именно воспринимал его как друга, товарища, партнера, компаньона, да, с которым и в огонь и воду. И это четко прослеживается по всему сюжету фильма. То есть собака-компаньон – это то, к чему нужно стремиться. А сколько… Друг, траваришь, да. Сколько на сегодняшний день существует пород? Знаете, их тысячи. Ну, то есть есть какие-то новые появляются? Какой-то реестр есть? Да, есть новые, но если взять, там, знаете, двухтомники, издаются с различными породами собак, признанными федерацией, международной федерацией, да, кинологической. Но, скажем так, есть и непризнанные породы в том числе, то есть породы, выведенные в различных государствах, да, местные аборигенные породы. Их тоже много. Ну, как та же, скажем, московская сторожевая, насколько мне известно, это искусственная сторожевая, восточноевропейская овчарка, да, ее вот, кстати, в том же камне Мухтар, мы видим Вео, как сейчас принято называть, да, но в фильме четко сказано, это собака породой немецкая овчарка. А, понятно. Хотя это не совсем так. Ну, в общем, да, то есть давнишний спор, и я даже в него влезаю. Ну, я скажу так, это такая тема, да, отдельная порода, но все-таки вот человек приходит, у него же есть два подхода. Первый, либо он точно знает, что он хочет какую-то конкретную собаку, а заметьте, я сейчас даже не говорю о ее величине, просто о, да, либо вот он приходит, ему и та нравится, тем более, когда щенок, и та хороша, и эта. Как правильно выбрать, где правильно выбрать? Ну, есть питомники, если говорить о породных собаках, да, есть питомники, которые занимаются разведением, есть питомники, где большое количество животных, есть питомники, где одна-два, ну, две особи, которые люди, ну, допустим, в квартире содержат, да, там, девочку, мальчика, вот, зарегистрировали питомник, у них есть соответствующее образование. Занимается производством. Занимается, да, разведением собак. А разведением, да. А производством, да, тоже у нас занимается, размножением, скажем так. Вот, это не совсем хорошо, потому что есть очень интересный момент. В любом случае, если мы говорим о породах, об охотничьих направлениях или о направлениях служебных собак, берем самые распространенные породы, черные терьеры, эрдели, восточники, немцы, резиншнауцеры, ротвеллеры, да, то есть это те из пород, которые у нас, ну, популярны достаточно. Эти собаки очень часто не занимаются, с этими собаками очень часто люди не занимаются дрессировкой, особенно в крупных питомниках, к сожалению, да. То есть они как бы неподготовленные. Они неподготовленные, но есть один нюанс. Собаки, которые буквально в двух-трех популяциях не занимаются, но с ними не занимаются, не развивают их инстинкты, в первую очередь, да, теряют свои навыки, теряют эти инстинкты, они угасают, и собаки становятся труднообучаемые. Понятно. Тогда давайте, чтобы мы дальше продвинулись, как же все-таки правильно выбрать, куда прийти? В данном случае, давайте вот скажем, вот если в городском округе Люберца человек захочет именно породистую собаку, это же еще и денег стоит. И сколько примерно надо иметь с собой денег, чтобы купить породистого щенка? Ну, это проще, конечно, в интернете посмотреть. Сказать, вот и до. Да, вот и до. Самая дорогая собака, щенок, сколько стоит сегодня? Зависит от моды. Это я не знаю. Значит, немцы продают своих немецких овчарок, которые выиграли на зигере, там, вот 50 тысяч евро и выше. И за полмиллиона евро могут продать, да, там, ну, скажем так. Ну, это да слишком, давайте. Ну, если в городском округе Люберца, куда можно прийти купить себе собаку? Ну, в городском округе Люберца не знаю. На выставку, короче, надо куда-то ехать на выставку, да? Почему? В интернете есть вся информация, есть информация о питомниках. Как не попасть на удочку? На удочку? Когда слишком дешево? Нет, как раз не когда слишком дешево. Но когда слишком дешево, понятно, что это не породная собака, как правило, да? Ну, если взять немецкую овчарку, сейчас ее не только, вот, ну, скажем так, повязать девочку надо там, да, мальчикам. Мальчику тоже надо заплатить. Вырастить, ну, она должна выносить, ее надо выкормить, да? За ней надо следить за ее здоровьем. Она рожает, это тоже определенный риск. Дальше после, мы должны следить за щенками, чтобы они выросли. Их должны хорошо кормить, да, чтобы, ну, помогать маме. Да, это целая, ну, система, да, то есть это не просто так повязались, вот они родились где-то там в Авине, выросли, да, вынесли самого Мордатова. То есть это не фильм, а это жизнь, да, и достаточно сложный процесс. Так вот, если говорить приблизительно, значит, нормальная, ну, возьмем немецкую овчарку, да, нормальная немецкая овчарка стоит в среднем от 35 тысяч, то есть, ну, трудозатраты по сегодняшним меркам. В каком возрасте? Двух с половиной месяцев, вот так вот. А правда говорят, что надо брать самого шебуршного? Нет, не факт. Не факт? Не факт совершенно. То есть, ну, во-первых... Самый живучий? Да нет, есть различные заблуждения, да, в том числе, что осенние щенки, зимние, наиболее, скажем так, у них лучший иммунитет, как вы говорите, наиболее живучий, но это не совсем так. Хорошо. То есть, если выбирать, вот если куда обратиться, ну, еще раз говорю, сразу скажу, вот в любом округе это сначала интернет, собирать информацию, мониторить, собирать информацию о питомнике. Первое, если мы выбираем породу, то нам нужна порода, которая, еще раз, будет наиболее оптимальна в уходе. И мы должны понимать, что охотничая собака в квартире, если мы не ходим на охоту, у нас нет ружья, это не очень хорошо. А скажите, 3-4, может, 5 пород вот таких домашних, с которыми меньше всего хлопот? Ну, как сказать, меньше всего хлопот? А так и скажите. Ну, я бы, наверное, сказал, что с любой собакой хлопот много, но если говорить по адекватности собак по отношению к членам семьи, ну, я не хочу не обидеть ни одну породу. Вот все вышеперечисленные собаки служебных пород вполне адекватные, лояльно относятся к человеку. Те же стаффорды, питбультерьеры, бультерьеры, американские стаффоршерские бультерьеры, эти все собаки на самом деле генетически отбирались в свое время именно по качеству лояльности отношения к людям. То есть бояться их не нужно. А малыши? Что малыши? Совсем маленькие. Маленькие шпицы. Это очень удобная порода, очень хорошая. Вельшкорги сейчас модная порода. Тоже очень интересная. Ну, хорошо. Скажите, документы надо проверять? Какие должны быть документы у правильной собаки, если они есть? Или можно без документов? Питомника должны быть документы. Желательно, чтобы питомник был зарегистрирован в той или иной организации, головной организации. У нас есть две альтернативные. Одна РКФ, другая СКОР, Союз кинологических организаций России. А РКФ это Российская кинологическая федерация центральная. Если вдруг что-то не так пошло, есть некие рычаги воздействия, по крайней мере. Да, есть куда пожаловаться. Если вы просто... Ну, или на человека недобросовестного. Если вы просто купили с рук в переходе у бабушки, пожаловаться вы не можете никому, кроме Господа Бога. И подтвердить породу сложно. Да, подтвердить породу практически нереально. Единственное, сейчас есть нюанс для того, чтобы вы могли, допустим, участвовать в спортивных мероприятиях каких-либо. С собакой, вот в РКФ, например, допустимо, что собака будет чипирована. И тогда, даже если она породная, но без документов, это будет метис. Понятно. Хорошо. Два вопроса у нас остается. Первый вопрос. Когда надо идти к кинологу? И сколько должно быть занятий, чтобы собака более-менее стала послушной? А чтобы дальше потом самому с ней работать? Хорошо. К кинологу желательно пойти. Ну, здесь можно, конечно, сначала изначально собрать информацию. В интернете. Лучше всего, конечно, даже не в интернете, ребята, а в книжке. Берите старые книжки, читайте там структурированные информации от и до. Особенно популярные книги. Понятно. Дальше. Заниматься щенком, непосредственно дрессировкой нужно уже начиная где-то, наверное, с 3,5-4 месяцев. И до? Ну, берите 2 года на нормальное воспитание собаки. В дальнейшем вы просто можете поддерживать ее навыки, давать ей какую-то определенную нагрузку, работу. Но вот в течение 2-х лет, когда собака растет, формируется, формируется ее сознание, развивается, она сама, ну, тоже, да. Мы ее обучаем, и она способна учиться в это время. Мы, соответственно, это время должны посвятить нашему животному. Ну и последнее о собачках, которые мы называем непородистыми. Я знаю, что 14 июля у вас будет проходить какое-то мероприятие, связанное с этим. Да, в нашем кинологическом центре будет проходить мероприятие при поддержке администрации города Люберцы «Забери меня домой». Это пристройство щенков, беспородных собак, беспородных, не только щенков, и уже подрощенных. Также у нас оказываются консультации и по ветеринарии на этих собак, и помощь в дрессировке тоже оказывается. А где будет проходить? На нашей площадке в центральном парке города Люберцы. Ну и самый последний вопрос. Все-таки коты или собаки? Кто выигрывает в этой битве вечной? Кошек больше. Но собаки? Собаки лучше. С ними можно ходить, гулять. С ними можно договориться. Да, с ними можно договориться. Хотя и с кошками тоже. Вы знаете, я не филинолог, но тем не менее, скажем, кошки очень умные животные. Но я думаю, это уже тема другой, отдельной программы, потому что о собаках, о кошках, о животных можно говорить сколько угодно. Спасибо большое. Дмитрий Александрович Спиридонов был гостем нашей программы, кинолог. И на этом мы прощаемся и напоминаем, что 2 июля Международный день собак. Но давайте сделаем так, чтобы Международный день собак был каждый день. С вами был Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok